Дмитрий Кулеба Вы видели эти ужасающие кадры, эти ужасающие новости, кстати, на задержание. Кстати, и заместитель главы Меджлиса Крымско-Катарского народа Наримана Джеляла. Скажите, пожалуйста, вы непосредственно как глава Крымско-Катарского ресурсного центра, как правозащитник в свою очередь, какой пакет документов уже готовите? Держите ли связь с адвокатами? Собираете ли информацию для того, чтобы с доказательной базой идти в международные инстанции? Ну, в первую очередь, мы собираем информацию, все, что происходит, для того, чтобы реагировать на те процессы, которые происходят. У нас подготовлено заявление, которое будет направлено во все международные организации, посольства. С другой стороны, мы активно сейчас помогаем и работаем с Меджлисом Крымско-Катарского народа, потому что я также являюсь руководителем управления по правовым вопросам и иностранным делам. И также помогаем в работе заявлений Меджлисом Крымско-Катарского народа. Первая наша реакция, конечно, была сбор людей и проведение митинга возле здания посольства Российской Федерации, для того, чтобы своевременно и быстро отреагировать на то, что происходит в Крыму. Потому что это самое настоящее вахтаналие, это беспредел, и поэтому нам нужно было в первую очередь проявить гражданскую позицию. Конечно же, дальше здесь идут процессы, вошли адвокаты в производство. В данном случае, когда мы говорим о Наримане, Джилиалове, то подключилась и меня в Амелево, сейчас уже подключился Полозов. И, соответственно, конечно же, с ними у нас контакты постоянные. И, соответственно, конечно же, мы по дальнейшим нашим процессам и по сбору информации, конечно же, будем в том числе, кроме того, что организовывать публичные кампании, акции, но и собирать материалы, чтобы в рамках списка Магнитского мы могли подавать списки тех преступников, которые проводили и пытки, и задержания, я бы сказал, выкрадывания тех людей, которые подпали под жернова российской агрессивной машины. В свою очередь, Офис Генерального прокурора берет на личный надзор тему касательно задержания Наримана Джилиала и других крымских татар. Также Соединенные Штаты Америки отреагировали. Турецкое заявление также уже есть. Президент Украины Владимир Зеленский практически сразу же отреагировал на эти задержания. Скажите, пожалуйста, непосредственно с Офисом Президента, с главными первыми лицами нашей страны, держите ли связь, есть ли наработки и план, что делать и как добиваться освобождения наших людей? Ну, в первую очередь, конечно же, мы сейчас в рамках Меджлиса продумаем дальнейшие наши действия. И есть разные мысли, есть разные идеи. К нам обращались и приходили активисты. И, соответственно, конечно же, наша основная задача – это обеспечить хорошую информационную компанию с вовлечением в эти процессы как в русско-катарской диаспоре, так и в украинской диаспоре по всему миру. Далее у нас есть действующая компания, которая называется «Депутаты по межбранцам Кремля». И мы планируем ее активизировать в сентябре месяце. У нас она была по планам по активизации. Поэтому очень важна, чтобы была реакция депутатов. В Верховной Раде Украины должен был выступить Ахтемчий Гос, народный депутат Украины, на эту тему. Ну и дальше, конечно же, очень важно, чтобы… Понятно, что у нас будет и есть коммуникация с органами исполнительной власти Украины для того, чтобы были адекватные действия, адекватная реакция. Понятно, что здесь не только все от Украины зависит. Здесь зависит от того, насколько наши партнеры, в первую очередь, по транспортной платформе, будут активно реагировать. Потому что, если мы проследим за всеми процессами, то, ну, если чисто по крымской платформе задержали бы Наримана и Желяла, то ему бы инкриминировали бы статью 280 часть 2. И таким образом это явно политическая статья, политически мотивированная. В данном случае был сымитирован некий взрыв, некое умышленное повреждение газопровода. И они открыли статью прекрасно-таки по диверсии. Мало того, уже есть информация о том, что все-таки они сломали двух ребят, которые начали давать показания, что они причастны якобы ко всему этому, хотя есть сомнений у адвокатов, в частности, адвокат, пыталась встретиться и поговорить. Но при всем том, у нее не удалась возможность нормально пообщаться с братьями Ахтемовыми. И вот здесь как раз-таки нас это очень сильно настораживает, потому что, скорее всего, ребята подверглись пыткам и какому-то насильственному воздействию. Эскандер Ага, ранее мы с вами в эфирах уже поднимали эту тему, но сейчас в силу того, что очередные обыски, очередные задержания, скажите, пожалуйста, вот эти вот события 3-4 сентября, могут ли они быть поводом, чтобы весь мир сконсолидировался и еще более усилил давление на Российскую Федерацию за ее действия и в Крыму, и на Донбассе, и то, что творилось буквально на днях. Я имею в виду это отключение SWIFT, полная блокировка, полный бойкот и так далее. Может ли бы это уже стать поводом? Конечно бы нам хотелось, чтобы была адекватная реакция хотя бы стран-участниц Крымской платформы. Потому что здесь как раз и должна на деле проявиться консолидация и конкретные действия стран, которые подтвердили свою поддержку Украине и желание дальнейшей работы по установлению территориальной целостности Украины. Поэтому здесь, конечно, есть разные мысли. Есть мысли о том, чтобы обратить внимание на прекращение Северного потока-2 и, соответственно, активно работать с Германией. Но мы понимаем сейчас, что Германия полностью в выборах, там поменяются канцлеры и так далее. Есть, конечно, мысли и в том, чтобы все-таки призывать международного сообщества, все-таки ужесточить меры. Но с нашей стороны, я думаю, очень важно, как украинская сторона вместе с Украинским Крымск-Катарским народом, правозащитными организациями, я в данном случае говорю о Крымск-Катарском ресурсном центре, как мы сможем сформировать грамотную информационную политику в этом плане. Потому что обратите внимание, что делает оккупант. Оккупант всячески пытается показать, что они арестовали не по политическим мотивам, а арестовали диверсантов. Это раз. Во-вторых, вернее, задержали и решением суда. Сейчас они находятся на два месяца ареста. Второе. Они, конечно же, максимально сейчас ведут работу по дискредитации Межриса. А это как раз и связано, я думаю, и с законом о коренных народах, и с Крымской платформой. Потому что Межрис является все-таки одним из представительных органов Крымско-Катарского коренного народа, который активно участвует в Крымске. Ну и, конечно же, третье. Они всячески пытаются продемонстрировать, что о каком ненасильственной борьбе может быть, если, вот, пожалуйста, есть отношение к спецслужбам Украины, потому что те съемки, которые появились, информационные, которые они дают, якобы показания братьев, вот как раз они пытаются показать, что Украина не собирается решать этот вопрос ненасильственным путем. То есть это полная работа по дискредитации Украины и председательного органа Крымских платформ. Поэтому наша задача сейчас очень четко обозначить и обосновать для того, чтобы международное сообщество все-таки адекватно отреагировало. И однозначно мы в том числе будем работать со всеми странами, и в том числе есть мысль в ближайшее время провести организацию встречи с послами, членами. Но, в свою очередь, в эфирах телеканалов Дом и Юэй мы в информационном поле обязательно об этом будем говорить, чтобы максимальное количество людей об этом знало. Искандер, спасибо вам большое за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Глава Крымско-Татарского ресурсного центра Искандер Бариев был с нами на связи, говорили об обысках и задержаниях на временно неподконтрольной территории полуострова Крым. Хотите получить больше информации? Подписывайтесь на наш YouTube, Facebook и Telegram канал. Там много полезного контента для вас. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok